Представители знака Зодиака Рыбы, Рыбы и Рыбки мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз – гороскоп. Событие до конца 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем мы, конечно, реалистами любой прогноз. Это лишь карты, но если соединить вашу интуицию, обстоятельства вашей жизни и метафорические образы карт, какой-то инсайт вы точно получите, а вы, люди, очень интуитивные. Сегодня я решила использовать пять колод. И я надеюсь, чем-то вам это видео будет определенно полезным. Или мы проведем просто с вами приятное время, надеюсь. Итак, что важно знать или что для вас будет наиболее важно во вторую половину 2023 года или до конца, вот что будет актуально для вас. Может быть, какая-то сфера жизни будет наиболее проигрываться или чему уделить внимание по мнению карт. Давайте узнаем, что нам расскажет колода классического Таро для рыб и рыбок. Праздник. Вот так. Вот в этой колоде конкретно праздник. И поэтому радость, мои дорогие, что-то вы сделали уже хорошо. Это заслуженное признание, потому что трое. Это есть, видимо, какой-то повод себя похвалить за что-то. Это вообще повод к самодостаточности в хорошем смысле, к самоуверенности и к каким-то позитивным переменам. Переменам почему? Потому что мы словно прошли уже двойку какую-то кубков, если мы говорим. Хотя эта карта как раз взаимопонимания больше идет. Но, видимо, какой-то период адаптации, когда нам нужно было, может быть, привыкнуть к какой-то обстановке или к изменившимся условиям. Где-то себя не без этого подкорректировать. В итоге мы все равно получаем какой-то итог, который именно выглядит как радость. А давайте мы узнаем, от чего не избежать. Или неожиданности, какие могут быть за эти полгода и до конца 2023 года. А вообще дальше мы можем уже не смотреть, мои дорогие, карта мага. Говорит сама обо всем и наперед даже. Но самое главное, несмотря на праздник, праздник это эмоции, это радость, как я уже сказала. Мы все это понимаем. Но карта мага, она достаточно такая хладнокровная. И хоть нам здесь маг показан, он такой солнечный маг. Ну, наверное, как вы, мои дорогие рыбы и рыбки. Вы очень добрые люди. Но, тем не менее, внутри-то он себя как будто... Это ведь великий манипулятор. Поэтому рационализм для него – это основной критерий его качества где-то. Потому что он не может тебе какие-то эмоции чересчур позволить. Он должен контролировать и дальше ситуацию. И поэтому, может быть, вот ваш какой-то... Для кого-то будет, знаете, ошеломляющий успех. Я не побоюсь этого слова. Потому что резкий какой-то переход. Может быть, это будет связано с каким-то событием очень в вашей жизни важным. Какой-то вехой в вашей жизни, которую вы прошли. Или что-то вы преодолели. Или что-то важное в вашей жизни. То, что на долгие годы у вас получилось. И я чувствую себя магом. Волшебником. И я просто все могу. Мне стоит только лишь захотеть. И я обязательно найду и методы, и способы. И с людьми договорюсь. Да нет для меня ничего невозможного. Чего это, в общем-то, мы не избежим. Вот так. Все серьезно. Карта говорит о том, что продолжай. Вот продолжай так. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Других вариантов нет. А для мага он всегда победит. Потому что он, как и внимателен, он никогда себя не поставит под удар. Это точно. Он просчитает на несколько ходов вперед. А что не просчитает, ему интуиция подскажет. А вы очень интуитивные люди. Поэтому, ну, тут у вас уже как бы победителем. И выпрыгивает буквально нам карта четверка кубков. Какую-то возможность мы должны увидеть, не отказаться. Может быть, будет предложение. Или какая-то информация. Для вас быть открытым новому. И не успокаиваться на достигнутом. Это будет важно. Но давайте... Не успела же сказать. А как раз у нас вторая колода. Это колода золоченого таро. И я хотела бы узнать события до конца 2023 года. Для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Новое событие. Вот что нового придет в нашу жизнь. Во втором полугодии 2023 года. Что нового для рыб и рыбок? Паш Мечей. Другие энергии совсем. Тут действительно будет много новостей. Вам придется с этой информацией работать. И постоянно держать в фокусе внимание, что есть истина. Что есть правда. У кого-то это может проиграться. Вопросы с детьми. Не может быть. Но я больше тут, знаете, склонна к тому, что вы должны держать в фокусе. Внимание у вас рядом карта мага. Что есть на самом деле. Что есть по факту. Где-то никаких эмоций. Видите, как маг у нас расположен между энергиями. Такими радостными, да. Когда эмоции где-то могут быть через край. И достаточно хладнокровными энергиями. Такими более рациональными. Когда у нас все под контролем. Когда никаких эмоций. И когда есть какая-то, может быть, суровая правда жизни. И мы не должны от нее ускользнуть. Держать вообще все под контролем. Нам придется. И как будто постоянно учиться. И неважно, у кого-то это напрямую проиграется, как учеба. Причем, знаете, таким, ну, достаточно прилежным учеником нужно быть. Потому что, опять же, карта мага, она вас сразу ко многому обязывает. И если мы где-то чего-то прошляпим, мы потом чего-то не того наколдуем буквально, да. То есть мы что-то неправильно совершим, понимаете. Это тогда будет где-то чревато ошибкой. Поэтому как и держать руку на пульсе, так и предположить просто, что я многого не знаю. Мне нужно учиться. Это может быть связано, опять же, с какой-то адаптацией. Или, может быть, с каким-то вашим проектом. У каждого по-своему. Давайте мы достанем еще одну карту. Чем запомнится вторая половина года? И еще один паш. Ну, правда, учиться нам придется. Все-таки паш – это всегда какое-то начинание. Хотим мы или нет. Это как работа с информацией. Это сбор информации. Это, может быть, обучение какому-то новому навыку. Или для кого-то из вас новая должность. Но все равно она для вас, ведь вам будет чем-то, ну, не такой, как то, чем вы занимались прежде. И учеба какая-то, да, адаптация. Ну, у нас вообще весь 2023 год – это год адаптации как к новым условиям, так и к новому самому себе. И у вас два пажа. Ну, наверное, учиться и учиться. Но вы остаетесь довольными. Значит, что-то у вас получается более чем хорошо. И когда, знаете, мы открыты миру, когда нам все интересно, для кого-то может проиграться еще и какие-то путешествия или желание попутешествовать или переехать. Что-то вы тут будете планировать. А для кого-то это может буквально проиграться, как два каких-то новых проекта. Новые возможности вас зовут. И сил-то у нас достаточно. Давайте на колоде второй иллюминатов мы посмотрим, а что нам помогает в такой нелегкой нашей задаче, правда, у каждого по-своему проиграется маг. Но помните, наверное, маг прежде всего манипулятор. Поэтому манипулятор искусный. Вот манипуляция – это вот эта холодная карта. А если мы говорим искусный, ну, это вот чуть-чуть каких-то доброжелательности, контактов. Да, вы люди как раз, которые умеют расположить к себе. И это, видимо, для вас тоже будет важно, понимаете. Где-то тут так вот ловко лавировать придется. Итак, что будет помогать? И еще раз праздник. А вот именно будет помогать, посмотрите, у вас две тройки кубков. Правильное взаимодействие с людьми. Быть не то, чтобы с ними на одной волне. Нет, тут ведь, видите, как у мага, он все-таки сам по себе, как ни крути. Но лояльность к миру мы проявляем, и дружелюбие тоже. И это вам помогает. Вы точно лидеры, мои дорогие, рыбы и рыбки. Но вот это лидерство, это мы его не выпячиваем, не подчеркиваем. А мы вроде как среди других, среди людей. Ну, я не могу сказать, что это на короткой ноге, типа свой парень, да. Нет, конечно, какую-то дистанцию вы должны постоянно контролировать, потому что все люди разные. А у вас как будто вы немножко сами по себе. Но в то же время контакты будут для вас очень важны. И будет помогать вот именно то, что вы, каких друзей вы, может быть, обретете. Какое вы окружение сформируете новое. Оно как будто проходит, да, вот через все эти карты. Оно может меняться само по себе. Или меняетесь вы и вокруг вас люди. Или обстоятельства. Или в связи с учебой, с новой работой, новой должностью. Есть перемены. И поэтому окружение будет тоже как будто, если вы правильно с ним провзаимодействуете, для вас это будет дополнительный еще бонус. Праздник будет после праздника. Давайте, что меня будет радовать. Вы знаете, вы научитесь... Пятерка жезлов – это информационный хаос. Я ее так называю, по крайней мере, это карта. Это когда много новостей, это когда люди совершенно разные. Вот, правда, тут окружение у вас проиграется. Когда может один говорить одно, другое, другое, третий, что-то, каждый свое. Вас могут как будто пытаться привлечь или буквально, может быть, вас задействовать в разных делах, в разных проектах. И, правда, маг, у него много получается. Вы можете словно выделяться из людей, из общей массы какой-то. И поэтому какой-то режим во многозадачности. Может быть, ну, для мага нет ничего невозможного. Но, может быть, нам где-то придется этому учиться. И вообще, может быть, и это будет касаться работы, может быть, вашей должности, когда ваша профессия, может быть, или то, чем вы занимаетесь, она потребует от вас как будто в разных плоскостях каких-то задач. Может быть, с разными людьми. И придется где-то успевать. Мои дорогие, где-то придется много работать. Вот не без этого. Это точно проиграется. И быть очень хладнокровным. И вовремя по этой карте, что нам будет, если мы говорим радовать? Вы научитесь правильно как будто отступать в тень. Полшага назад делать. Или быть сторонним наблюдателем. Вам это будет и помогать, и где-то радовать то, что вы обретете эти навыки. Это как раз навыки мага. Потому что, если он видит какая-то турбулентность, неразбериха, он туда никогда не вклинится. Он отступит полшага назад и пронаблюдает. Пусть люди проговорятся, и каждый скажет, что думает, если идет какой-то спор. Или, если начинается какая-то заваруха, он туда тоже в центр никогда не пойдет. Он отступит назад и посмотрит сторонним наблюдателем, как разовьются события. Потому что это где-то его делает неуязвимым. Где-то бережет. И он тогда больше информации имеет. Понимаете? Всегда, когда человек наблюдает, он по-другому воспринимает события. И вот вы, наверное, в себе вот эту особенность остро прочувствуете. Потому что это выпадает в позиции вам. Помогает взаимодействовать с людьми. Вам точно придется. Ну хорошо, а что же нам может помешать на колоде Торо Висконтисфорца? Давайте мы узнаем. Что думают карты? Или какие помехи, препятствия? Что тут может быть на нашем пути во второй половине 2023 года? Эмоции только. Правда, там, где маг, там нет эмоций. У кого-то может быть какая-то любовь внезапная. Вот все-таки это ваша карта, понимаете? То есть мы где-то сами себе эмоциями можем помешать. А для кого-то, ну, не могу сказать, что любовь может буквально помешать. Но вот где-то такой эмоциональный фон восторженности, все-таки опять же маг, он хладнокровен, вот тоже может в каких-то делах помешать. Правда? Поэтому будьте очень рациональны. Мы как будто должны удержать какую-то ситуацию. А тут у вас такое заделанное будущее, если мы говорим про лидерство, а оно вот именно и проигрывается. Вот именно так. Хорошо, давайте мы спросим, какие сложности у нас тогда могут быть? Личная жизнь. Тут единственный момент. Вы либо будете что-то обустраивать, либо что-то решать по личной жизни. Либо тут у каждого по-своему проиграется. Я не могу сказать, что это какая-то конкретная помеха. Но, посмотрите, у нас выпала пара. Конкретно в вопросе, что может помешать или могут быть какие-то сложности. Значит, какие-то вопросы, тут хоть для девочек, хоть для мальчиков, какие-то вопросы в вашей личной жизни, они, ну, как-то так немножко обособленно будут стоять. Как будто есть план действий. Я знаю, что я делаю. Я знаю, чего мне делать не нужно. Я знаю, к чему стремиться. Но вот какие-то вопросы могут оставаться именно как по любви или дальнейших отношений, может быть. Или что делать с этими отношениями, может быть и так. Или, может быть, семейные какие-то будут, ну, проблемы. Или то, что придется решать. Это может отрывать вас где-то от вашей занятости, от работы, от чего-то еще. И вам придется переключаться или, ну, принимать какое-то решение. Вот как-то так. Давайте мы на колоде 78 дверей. И как раз это метафорические карты. И ключевое значение двери и ключи. Какие двери открыты, закрыты. Ну, вот, вам самое главное не измага, не превратиться. Если что-то у нас не получается, наверное, помните, что вот так вот рыцарем мечей мы пробивать двери не будем. И если где-то не получается, или двери у нас, ну, так иносказательно, или какой-то процесс как будто у нас не идет, это может быть подсказкой, что нам в ту сторону и не нужно. Вот человек, ну, тут как бы кентавр такой, да, он пытается пробить дверь, но вроде как он сильный. А надо ли это делать? Ведь он не знает, что там ждет. Может быть, это не стоило усилий. Поэтому будьте внимательны. Потому что мы из-за того, что у нас что-то не получилось, мы можем где-то, ну, может быть, с людьми. Такая ситуация. Нам уже сказали, люди будут разные. Вам придется учиться взаимодействовать с самыми разными персонажами. Мы можем себе где-то неправильными эмоциями, опять же, помешать. И по тройке мечей у нас здесь, посмотрите, тоже почти маг показан. Но он сидит и делает Вуду, куклу. И как будто иголками пронзает. Мы можем, словно настолько обособиться, а нам надо контактировать с людьми. Уйти где-то сами глубоко в себя, видимо, вот этот момент. И не увидеть каких-то возможностей. Понимаете как? Поэтому я и сказала, если какие-то двери не открываются, да и ладно. Нам туда не нужно ни силы тратить. Ну, значит, какой-то либо проект нужно поменять, либо методы надо поменять. Потому что звезда – это нужно вообще, в принципе, заниматься тем, что для вас имеет значение на долгую перспективу. Карта звезда – это карта выбора правильного направления на десятилетие. Вот это будет для вас важно. Вот какие двери. А там и дверей-то нету. Там звезда, там арка триумфальная. На какой-то своей волне. И я так думаю, что, знаете, вы себя должны поставить в приоритет. Вы где-то не должны соскользнуть на уговоры. Или на чье-то плохое настроение. Или на свое плохое настроение. Неважно. Вы должны быть от начала до конца вот этим магом кладнокровным. И тогда у нас вот такие двери откроются. Это точно король Пентаглей. Который сам контролирует, как и ситуацию. У кого финансовый баланс. У кого все под контролем, в принципе, до мелочей. И здесь у нас проходит как и вопросы жилища. У нас все стабильно. У нас наперед как будто это и статусная карта. Поэтому наперед тоже как бы предполагается продолжение уверенно, надежное. Когда у нас вообще все в порядке в целом. Хорошо. Давайте мы все-таки спросим. Какие же двери передо мной откроются в конце года? Вот этот самый момент перехода Туз Кубков. Ну, для кого-то, правда, может проиграться. Вот как рождение ребенка. Да, с учетом того, что какие-то вопросы семьи вы тут будете решать. Или каким-то образом, может быть, планы были таковы, особенно для девочек. А тут как раз у нас как-то изменение в личной жизни, да. И изменение в статусе. Это тоже будет где-то так. Хотя Туз Кубков, безусловно, это победа. Причем та победа еще одна. Если у нас начинается с праздника, и там три просто Кубка. А здесь у нас определенно что-то для нас самих очень важное, которое могут свидетельствовать о смене статуса, и о новых перспективах, и о новых возможностях, о новом интересе жизни. И самое главное, о новом качестве жизни. У вас прекрасный расклад. У вас, мои дорогие рыбы и рыбки, вам тут как-то не прошляпить надо. Видите, полгода, это точно. Для вас просто, ну, сама, наверное, Вселенная, правда, высшие силы. Помогают, так легли карты, чтобы вы что-то для себя сделали очень хорошее. Вы замечательные люди. И поэтому, ну, может быть, и вот где-то выпадают вот эти карты, которые больше наличны у жизни, конкретно пары, что есть такая опасность соскользнуть или уделить внимание, или начать уделять больше личной жизни, потому что сейчас какой-то вроде будет позитивный период и период успеха. А нас карты больше разворачивают именно какой-то самореализации. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.